всех приветствую с вами я веган христолюб у нас с вами сегодня такое вот видео режим россии авторитаризм или территоризм какой режим правления в россии у этого ролика есть в принципе одна единственная цель и почему я об этом буду говорить и тому кто хочет разобраться более глубоко в этих режимах я буду вынужден разочаровать что я не собираюсь давать полную оценку и сравнительную какой-то анализ авторитаризм или территоризма я преследую одну цель о которой в принципе сейчас заявлю сразу это сказать о том что без и если сейчас как говорят иногда сейчас это очень такая тема которую тоже муссирует очень часто там задают вопросы своим но из какие-то программы вот эти политические что если вот путлера сейчас устранить да или как-то он там или сам пойдет в тот рай который для нормального человека от куда он отправится да если он сейчас сам закончится как то что все прекратится вот у меня цель только ответить на этот вопрос и поэтому кто хочет разобраться что такое авторитарин тоталитаризм это очень легко в интернете сейчас все можно сделать я сквозь призму этого вопроса и ответа на этот вопрос я буду рассматривать эти два режима этот один вопрос эти две вот системы да кратко я все равно скажу вот именно только касаясь этого остальное все общими словами что действительно авторитаризм и тоталитаризм это очень близкие режимы управления если если так через призму того же вопроса на который мы сегодня с вами получим ответ без путина возможно ли современная агрессия расшистов то через призму этого вопроса авторитаризм и тоталитаризм отличается тем что авторитаризм это правление одного лидера так называемого отца народов отца нации как в ток не называют и такого авторитарного правителя благодаря которому весь режим и держится да на его авторитете авторитарность да вот на его личности культу личности харизме и прочих вещах тоталитаризм это режим который держится независимо от того кто там причем наверху может один человек 23 это может быть какая-то помните как три толстяка в сказке правиле да это может быть партия пусть даже из председателя непредседателя но он имеет очень такое последовательное тоже значение бывает что председатель может какой-нибудь партии генсек как было при сталинизме может конечно и генсек вырасти до авторитаризма до культа личности но в принципе подразумевает что там партия прави да почему достаточно безликая поэтому тоже да почему потому что правит учи ну как это говорят идеология то есть авторитаризм это режим основанный на человеке на личности ну понятно его мнение на его мировоззрение которое он транслирует это становится мнением всех но все-таки это один человек его меняешь приходит другой а у него другое мнение то тоталитаризм это режим построенный на идеологии то есть все могут меняться низы и средние киеве верха режим остается то есть идеология общее государство да вот такая вот как бы неважно кто пришел он должен это поддерживать он приходит но по идее как у нас есть вот конституция по идее которые должны соблюдать все то же самый президент приходит дает присягу да то есть у него может быть какие угодно убеждений еще что-то но уже то о чем общество договорилась есть конституция основополагающие принципы которым ми минимальный принцип о котором то вообще возможно существовать нормальное более-менее общество он говорит да я могу что-то добавлять что-то убавлять но только не трогай это ничего естественно когда не соблюдается современная российская федерация тому очень яркий пример так вот я только через призму этого поэтому дают то что так ты талитаризм и авторитаризм это уже решим мы они один из другого вытекает одним является началом другого один просто сменят другого когда-то талитаризм превращается в талитаризм всоге году секс стал культом личности до типа сталина это талитаризм превратилась по сути ancient кризиса или наоборот после автора таризма какого-то диктатора общество превратилась в тоталитаризм, потому что он хоть и сдох или там убили, или еще что-то, но все эти убеждения, вся система им выстроенная, продолжает дальше существовать, несмотря на то, что он даже сменился мог и лидер, а все те принципы, по которым жили этого диктатора, они остаются в обществе. Соответственно, в тоталитаризме, пусть тот уже лидер, который новый на место диктатора пришел, уже не соответствует его, так скажем, его планке, поэтому его так не воспринимают, но все от того лидера осталось, общество живет, общество превращается из автолитарного в тоталитарное. То есть это очень близкие понятия, очень близкие режимы, они пересекаются, они могут в принципе одновременно существовать, поддельности, один из другого вытекать, один быть следствием или причиной другого, поэтому они действительно очень близкие, и там есть разные критерии, если вы загуглите, поищите этот вопрос, там разбирают экономический и бизнес, как при разных этих режимах существует, и религия, и церковь, и разные сферы, жизнедеятельность, такие очень известные, человечество, да. И порой кажется, что при авторитаризме и таризме, таризме очень по-разному, порой некоторые вещи, ну, не схожие, да, не похожие, там, при авторитаризме бизнес может так вести себя, а при таризме он таких действий не может делать, да, вот, быть там свободным, рыночной, там, экономикой не может быть, там, где-то, да, при тоталитаризме, при авторитаризме не может быть, а при тоталитаризме, в принципе, рыночная экономика может быть, да, ну, такой пример, тот же самый Китай, да, непонятный гибрид какого-то СССР, Компартии, коммунизма, тоталитаризма, по сути, да, и, пожалуйста, ну, вроде как, капитализма в бизнесе, да, то есть, хоть и тоже какой-то, там, гибрид такой жуткий и мутный, что, вот, живой пример, что даже тот же сам капитализм может как-то сосуществовать и из тоталитаризма, причем коммунистическим тоталитаризмом, да, как оказалось бы, несовместимые вещи, но вот, пожалуйста, мы видим примеры, они как-то совмещаются. Взверю, все это очень часто все пересекается, поэтому сегодня я говорю, кому интересно, можете все это загуглить, поискать, меня это сегодня не интересует, меня интересует только один вопрос, что все, что продолжается, как это ни называй, будет ли продолжаться дальше после того, если Путлера завтра не станет или сегодня, вот, я отвечаю заранее на этот вопрос, ничего не изменится, ничего не изменится, потому что Рашистская Федерация действительно докатилась до тоталитаризма, я поэтому говорю, не буду вам гадать, была ли она авторитарной, авторитарной до, вот там, может быть, с 12-го года, ну, вообще с 8-го года, когда уже Путлер Медведеву посадил, прикрыв просто, просто изнасиловал Конституцию, да, все это публично извратив, да, не идиоты же придумали, что больше двух сроков нельзя одному человеку править, да, ну, вот, человек решил наплевать на всеобщий разум человечества, который дошел до каких-то понятных законов человеческих, которые нарушать не стоит, вот, поэтому, когда мы попали в авторитаризм, ну, просто сходить в мое мнение, ну, в 2008-м году, да, когда Путлер ее решил, Конституцию, в которой он кричал, ни в коем случае нельзя, мозги им надо поменять, а не Конституцию, да, сам ее, сам ее, пусть даже формально не меняя, сам ее нарушил, да, вот, с того времени мы и попали в авторитаризм, пусть тоже по каким-то, может, не по всем канонам какого-то там экономической, политической науки подходящего, но с точки зрения, что это стал один человек сходить с ума и продолжая править государством, то это стало так, да, и мы с вами видим, что авторитаризм, в принципе, он на наших глазах, он буквально, а если вы хотите по поводу авторитаризма, то это такая, знаете, очень, очень тонкая грань, сказать, когда он появился, потом, там, не знаю, в 14-м, в 15-м, в 16-м, в 17-м, ну, или там, в 12-м, когда Путлер пришел в третий раз там, вот, это очень тяжело сказать, но я бы вам сказал, что он начался, понятно, все это зрело, и человек не сразу вырастает, и растение, и плод созревает, поэтому, я говорю, все очень такое, знаете, тонкие грани, но то, что мы уже в нем, это да, прошли ли мы эту грани в 20-м году, в 21-м, может быть, даже вот в 22-м, не суть важна, но на сегодняшний день, если кто-то тут просто себя тешит, я почему говорю, эти два вопроса затрагиваю, просто такими публичными определениями пользуюсь, можно было вообще не трогать эти два режима, но я хотел так ролик построить, и кто-то, может, немножко просто будет разбираться в этом чуть лучше, потому что, может быть, и слышит эти слова где-то, авторитаризм, тоталитаризм, да, то на сегодняшний день не важно уже, что произойдет с Путлером, там, каким-то близким окружением, все, что уже завертелось, это уже не остановить, мы видим, что Рашистская Федерация, все, весь мрак, какой был, который я все эти 7 лет, что на Ютубе обличал, вся эта, вся эта, православная Русь, Москва-Третий Рим, все эти расисты, как я их тогда называл, патриоты, все эти националисты, которые я 7 лет обличал, что все это приведет, да, вся эта гордыня России, избранный, православный избранный народ, русский избранный народ, вся вот эта чепуха, что все это выльется в большую-большую беду, большую печаль, все, о чем я говорил 7 лет, к этому и привело, привело до такой степени, что сейчас уже это остановить невозможно. Путкер на самом деле невеликий лидер, в нем нет ничего такого, что, ну как там, Киселев вечно пытался убедить, да, патриотов, что без Путина нет России, это все чепуха, вот, она была бы без него и до, и во времени, вось бы он там таксистом работал в 90-е, да, люди живут не потому, что кто-то ими там управляет, люди способны жить и без всякого управления, да, вообще без никакого, я уж не говорю кривого и косого, вот, так что и сейчас от того, что он кончит, или его кончит, или он куда-то денется, сгинет, пропадет, убежит, это уже ничего не изменит, на его место найдут другого, двойника, недвойника, нового, старого, молодого, кривого, еще более агрессивного и тупого, это не важно, это будет группа лиц, и даже если будет революция в России, эти начнут там, так скажем, около Путлеровские группировки, что-то там передел устраивать, это уже ничего не остановит в плане мировом, я вам напомню, два случая, как всегда, нам больше не к чем особо оперировать, это Первая и Вторая мировая война, вы знаете, я к ним часто обращаюсь, как раз, если бы мы действительно на истории, из истории делали правильные уроки, то все было понятно, Первая мировая война, вы, наверное, слышали про красных и белых в России, да, про этого, Аньку, Петьку и Чапая, может, слышали, да не знаете откуда, это вообще-то была Первая мировая, а в России спокойненько белые воевали с красным, белые это были те, кто, это была армия императора, красные это были коммунисты, это были, скажем, первые попытки сверхнуть царский режим, что им потом, кто знает, уже в 17-м году удалось, вот, и в начале 20-го столетия, 20-го века, да, была Первая мировая, внешняя, да, то есть, смотрите, тогда империя, не многие даже это знают, я вот стараюсь хоть как-то своих слушателей, зрителей просвещать, царь вступает в Первую мировую войну, да, хоть и неохотно, как говорят, хоть под вынужденным, но за союзников, так скажем, надо заступаться, он тоже вступает, при этом внутри идет ужасная бойня, белые с красным, кто знает, воюет, и ничего, ну и Вторая мировая, то же самое, идет Вторая мировая, внутри идут жуткие, жуткие чистки, жуткие репрессии, вот, причем по всем направлениям, не только простой народ гнобет, кто знает, этот случай, что после неудачной русско-финской, так называемой бойни, войны, ну, тоже войны, но воевал, не Финляндия напала, а расисты напали, расисты тех годов, да, напали на Финляндию, тоже, тоже решили там, приоккупировать себе немного, кто знает всю эту историю, вот, и кто помнит, кто знает, вообще перед, буквально тем, как Гитлер объявил войну, Советскому Союзу, Сталин расстрелял, по-моему, чуть-чуть, около сотни, что ли, каких-то высших военачальников, да, для Гитлера это явилось еще одним, ну, после, можно сказать, поражения разгромного, у Финляндии, хоть там и не целиком, Финляндия, конечно, не могла СССР, разгромить, потому что в Финляндии жило, людей меньше, чем в армии было, в Советском Союзе, но, сталинисты положили там полтора миллиона, что ли, солдат, я что-то не помню, такая цифра какая-то запредельная, просто, да, и там что-то отжали кусочек, один остров, там кусочек, что-то там еще на севере, кто помнит, вот, и, конечно, Гитлер, посмотрев на все это, да, на такие неудачи, и когда там Сталин кучу расстрелял военных, я уж не говорю, какая внутри, кто знает, гонение, какие жуткие были геноцид народов разных, этнос, национальных меньшинств, сколько было просто любого русского народа, любого русского мужика, работника, всех убивали, всех резали, попов топили на баржах, сжигали в храмах, в их собственных, вместе со всеми приходами, кто был не согласен, как таковой, конечно, красный с белым уже не было, такой революции, прям, как во время Первой мировой, но внутренние чистки были жуткие, да, так что вот так вот, кто знает, во время вот этих всей Второй мировой, в России было убито, замучено, репрессировано, по-моему, даже больше говорят, чем вот солдат положено на самой бойне, да, Второй мировой войны, ну, в смысле, с российской стороны, естественно, идет речь, вот так вот, поэтому мы с вами докатились до того, что, чтобы завтра с Путлером не случилось, уже ничего не изменится, ничего, все эти, все эти, все, все, что видите сейчас в пропаганде, все эти, как уж, что-то фамилии повылетали, ну, вы все знаете, всех этих, Кадыровых, Рамзанов, всех этих Пригожиных, вот, они тоже метят уже туда, поэтому во времена мы вляпались в тяжкие, и ничего хорошего не жди, так что вот так вот, уже не важно, кто тут лидер, да, Путлер не Путлер, мы просто в полной клаке с вами все оказались, вдруг, внезапно, да, причем русским вообще не позавидуешь, святым русским, добрым людям, которые оказались, получается, в самом источнике, эпицентре великого зла на земле, возможно, последних времен, да, вот так вот, так что вот так вот, поэтому вот такие вот дела, в принципе, вы знаете, я редко пишу короткие ролики, но, наверное, это один из них, потому что сказать мне что-то нечего, я разбирать там это все не собираюсь, по политическим, мы просто летим в Клоаку, тут уже до разборов, да, всех этих вещей нет, никакого смысла, я так использовал для названия авторитаризм, авторитаризм, но суть я хотел донести вот эту, что что бы ни случилось сейчас уже в этом плане, именно уже вот эти вот больные люди, с больным извращенным сознанием, мировоззрением, которым десятками лет в голову вбивалось, а точнее сотнями и даже тысячелетиями, вся эта чепуха была и в Советском Союзе, вы знаете прекрасно, кругом враги, американцы, европейцы, педики, кого только нету, все хотят нас порвать, и рот, и попу, и все что угодно, и детей наших, вся эта чепуха была во все времена, и в царской России, все было то же самое, и в доцарской, все было везде одинаково, кругом враги, да, всех надо бояться, и поэтому всех надо идти самим, предупредительными ударами резать, убивать, все это было все историческое, заключается во все времена, во всех народах, эта же дурь продолжается и сейчас, просто, так не повезло, таким, как я, очутиться, да, в том месте, на той территории, где это все, откуда все это и выплеснулось, но, как я уже говорил, возможно, именно потому, что нездоровые имеют нужду врача больные, допустим, я там, где есть, вот так вот, ну, в принципе, мы все там, где мы есть, по Божьему промыслу, это уж точно, так что, такие вот дела, новость печальная, потому что, если бы, просто, я ирю ходит, смотришь же, там, я, когда я и украинские смотрю, все это, прессу блогеров, и европейскую, и американскую, ну, мировую, так скажем, тоже, слежу за новостями, за ритмом, за всем этим пульсом, все эти разговоры о том, что устрани Путина, или кто-то вот там устранит его шайка, да, пусть даже свергнет, она его, может, и свергнет по каким-то своим личным мотивам, но уже ничего не остановить, это шиза, расисты, это не 10 человек в России, не 20, не 100, не 1000, это больше половины населения, современной, расистской федерации, причем это от детей, которым уже промыли мозги, заканчивая бабушками, дедушками в деревне, в которых уже руки не держат, ноги не ходят, и зубы все выпали, все равно считают, что надо убивать всех врагов, так что это беда, вот, это больше половины, это уже, это уже не обратить, просто так, одним словом, да, не обратить это вспять, это годами взращивается, взнуздывается, ну, или точнее, всю историю человечества, все это не отпускается просто, а чтобы доходило таких пиков, конечно, это все опять нагнетается, не просто так все эти года мы видели, всю эту чепуху, кто телевизор хоть как-то посматривал, вот, все это нагнеталось теми же самым, православными сектами, прочей чепухой, да, так что вот так вот, православная, кстати, вот эта секта, и все ее адепты, это одна из движущих сил, очень серьезных, этого, да, именно все эти попы, богословы, все эти активисты, как ходно назови, блогеров, вот этих вот, ревнителей, православия, это их заслуга, отчасти тоже, огромная часть, заслуга в том, что сейчас происходит, потому что они шизанутые фанатики, вот, алчущие и жаждущие крови, вот, это дети дьявола, как само православие, все это учение сатанинское, ну, видим, к чему все это приводит, да, вот так вот, радостных новостей, вряд ли будет теперь у нас, до второго происшествия, ничего хорошего у нас не ждет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok